Политика, скандалы, свежие новости. В начале главном. Погнали! В Верховной Раде вчера прошло первое подготовительное заседание, на котором фракции будущего парламента договорились о дате первого заседания. Оно состоится 29 августа. Первоначально предполагалось, что на этом мероприятии будет присутствовать и спикер уходящий Рады Андрея Порубей. Однако его там не оказалось. Впрочем, это не означает, что Порубей окончательно ушел от дел. Совместно наоборот, сейчас он развил бурную деятельность с целью сохранения его влияния на парламент. Его партия «Европейская солидарность» провела по спискам только 27 народных депутатов, поэтому на нее надежды мало. Сам Порубей прошел под номером 2. Издание «Страна» стало известно о минимум трех людях из окружения Порубея, который тот притягивает на достаточно высокие должности в аппарате. Причем некоторые позиции, как утверждают источники, были заблаговременно до выбора внесены в штатное расписание. Согласно данным сайта «Писапаки», нынешний заместитель руководителя секретаря и спикера Максима Хлопук оставался помощником народного депутата Порубея, штатной и на добровольной основе на протяжении трех созывов. Интересно, что на последних досрочных выборов в Раду Хлопук баллотировался по спискам партий «Голос» Святослова Корчука под номером 22, но не прошел. Однако еще до дня голосования в штатное расписание структуры Рады ввести дополнительные должности заместителя руководителя аппарата. Распоряжение первого заместителя руководителя аппарата, управляющим делом Петра Боднара, датируется 4 июля. Как утверждает источник, в аппарате Рады на это место метит именно Хлопук, который при Порубее занимался формированием повестки для работы парламента. По закону о государственной службе, его нынешняя должность замглавы спикера-секретаря относится к так называемой патронатной службе. А согласно статье 92, это закон, такой сотрудник увольняется вместе с должностным лицом, в чьей патронатной службе он входит. То есть, с уходя Порубея, потеряют работы все его секретариаты. Кроме того, опыт работы помощника нардепа или в патронатной службе спикера определенно недостаточно, чтобы стать замруководителя парламентского аппарата, который относится к госдолжностям категории B и не подпадает под норму об увольнении вместе с отставкой руководителя. Все тот же закон о госслужбе требует от претендента трудовой деятельности на других должностях указанной категории или вообще на руководящих постах, либо службы в органах местного самоуправления, хотя, возможно, в анкете Креатуры Порубея все это есть. Требование закона к сотрудникам патронатной службы коснется и советников спикера по вопросам реформирования парламента Андрея Малыка. Он также был добровольным помощником Порубея, когда тот был депутатом 6-го созыва. Однако, как утверждают источники, в аппарате для Малыка готовят кресло заместителя руководителя информационного управления. Введенное указанное распространение управления делом Боднер 4 июля на это пришли пойти после того, как Малык проиграл в конкурсе на руководящую должность в том же управлении. Кроме того, в отделе мониторинга этого управления распространены Боднера, у 20 июня введена должность зам. руководителя отдела, на которую, по информации источника, введет некую Марина Малуменко. По ссылкам в аппарате, это невеста Максима Хлопука. Изданию не удалось получить комментариев указанных лиц, они не отметили на сообщении через мессенджер и электронные письма, отправленные на их официальные почтовые ящики. Не ответил на звонок пресс-секретаря Порубея Андрея Ковалева. Мы готовы опубликовать их ответы, если они поступят. Аппарат Рада, несмотря на технический характер работы, играет важную роль в жизни парламента, особенно в ее закулисной части. Не только от спикера, но и от руководителя аппарата зависит скорость оформления законопроектов, их содержание и очередность на голосовании. Используя бюрократические моменты, можно ускорить поддание законопроектов, сессию, зал или затормозить. Не забывайте, что многие назначения проходят через парламент, а значит через его влияние аппарата. Объясняет стороне народный депутат Валерия Карнаутсков, который в ради седьмого созыва был первым заместителем регламентного комитета. Еще несколько лет тому назад говорили, основная парламентская работа сосредоточена в приемном зайчика. Руководителя аппарата Верховный Радуис в 2002 по 2015 года. А в сессионном зале мы видим только ее результат. Комментирует политолог Костя Мандоленко. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.